Русфонд начал сбор средств для маленькой жительницы Плесецкого. У девочки серьезное заболевание головного мозга. Недуг не дает ей развиваться. Необходимая реабилитация в Москве. Половину средств уже удалось собрать. Как можно помочь, расскажет Светлана Чуракова. Нравится? Красиво. Для кого цветочек? Для мамы цветочек. То, что Вика отстает в развитии, родители заметили, когда девочке исполнилось 4 месяца. В Архангельске ребенку поставили первый диагноз – перинатальное поражение центральной нервной системы. Несмотря на лечение, Вике становилось только хуже. В годик девочка даже не умела сидеть. Спустя еще два года врачам удалось поставить более точный диагноз, который оказался неутешительным. Всю жизнь Вика лечится. С шести месяцев. В мае сделали МРТ и поставили новый диагноз – синдром Дентиокера, повреждение мозжечка. Институт медицинских технологий предложили нам пройти курсы реабилитации двухнедельных в стационаре. Для нового его курса необходима уже большая сумма, которую нам предъявили, мы ее не можем оплатить. Стоимость курса реабилитации в Московском институте медтехнологии больше 130 тысяч. К сбору средств подключили сайт Русфонда и читатели газеты «Коммерсант». Телезрителей Вестей и Поморья семья Вики просит пожертвовать 69 тысяч рублей. Когда сумма будет собрана, у девочки появится шанс самостоятельно встать на ноги и начать говорить. Вика нуждается в госпитализации в Московский институт медтехнологии. Здесь ей укрепят мышцы, увеличат их силу и выносливость, разовьют координацию движений, равновесие, мелкую моторику, обучат навыкам самостоятельного передвижения и разовьют речь. Улучшат психоэмоциональное состояние. Вика очень перспективный ребенок. В то, что у Вики есть все шансы на выздоровление, верят и специалисты Свердвинского реабилитационного центра «Ручеек», где ребенок сейчас проходит лечение. Если сравнить, какая Вика у нас была, приезжала первый раз, какая стала сейчас, это, конечно, значительная разница. Она более крепкая стала, лучше стала передвигаться, более общительная стала, лучше получаются многие движения. Она знает, чего хочет, мне вот так показалось. Умеет цвета выбирать, то есть я предоставила ей свободу, выберу, она выбор делала. Она достаточно общительная девочка, как мне показалось. Помочь Вике можно на сайте Русфонда, а владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести деньги через специальное приложение. Помочь можно и отправив на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей, а вот шанс на полноценную жизнь Вики бесценен. Светлана Чирокова, Александр Прилуцкий, Вести Поморья, Северодвинск.